И дух захватывает Его любовь к гитаре началась с металлики, как у большинства, наверное. Обычный мальчишка, который во дворе рвал струны, пытаясь извлечь из своего старенького инструмента запавшие сердце мелодии. Я постоянно брал гитару и занимался, занимался, занимался. И в итоге выходило 8, 9, 10, иногда 12 часов. Это просто до сумасшествия доходило. Мой папа мне всегда говорил, Коля, иди погуляй, сходи. Потому что у тебя все детство, что ты тут детство делаешь, за гитарой сидишь. Я говорил, пап, ты не понимаешь, это же удовольствие от того, чтобы поиграть, позаниматься. Это было и детство, и юношество, оно в принципе прошло все здесь. То есть я занимался постоянно, и даже я помню такие моменты, когда мне снились сны, и во сне гриф просто. Вот снился гриф, и я что-то на нем играю. 17 лет он поступает в колледжное эстрадное отделение по классу электрогитары. Музыкалку так и взрослых не берут. Занимается так усердно, как никто. К выпуску он же пишет свою музыку с огромным количеством невероятных пассажей. Мне вообще нравится виртуозная музыка, где много нот. Может быть, это мой недостаток, что когда, ну, надо же там мелодию выводить, там все. Когда человек быстро играет, и не просто быстро, а эффектно, то есть это должно быть и чисто, и аккуратно, и ритмично, и все, то это как-то создает, ну, прям такой настрой, какой-то полета, то есть такой свободы, легкости. Самая сложная композиция, это, в принципе, на сегодняшний день для меня, это, наверное, экспром-фантазия Шопена. Вот, но я ее сыграл. Он живет почти так же, как играет, стремительно. Выступает до нескольких сцен в день, дает уроки в музыкалке по скайпу, пишет музыку, книги для гитаристов, делает клипы, говорит, что возможности этого инструмента беспредельны, и чтобы в мастерске обладать всеми направлениями и стилями, да хотя бы малой частью, нужна не одна жизнь. 20-й век породил много гитаристов-виртуозов, которые рвали и рвут залы за предельным звуком. Стив Вайджо, Стрианин, Ви Малинстин. И скоростью игры сейчас никого не удивишь. При любой технике главное – это музыка. Последние 15 лет с гитарой он не расстается. Если компания какая-то приходит, то тут наоборот, они не просят, я сам беру гитару и говорю, давайте я вам что-нибудь сыграю. Потому что, ну, когда прет из тебя, то есть ты берешь просто сам, и уже некоторые, это, ну вот там, опять там ты со своей гитарой. И ребенок у меня тоже, он уже, потому что я их всех замучил, вот младший сын, я его сажал играть на гитаре, то есть он сидел что-то там, ну пап, там я уже все, там, надоел. Леня младшему 7, первые гаммы, аккорды, арпеджио. Этот маленький ребенок знает, играть на гитаре очень сложно. Да, меня папа заставлял играть, но я не хотел. Почему? Я хотел на пианино играть. Когда я вырасту, я буду играть на барабанах. Но не все потеряно, уверен папа, хотя и не столь важно, что по-настоящему зацепит. Танцы, книги, музыка, но если это случится, остановиться уже будет невозможно. По себе знает. Ксения Доринова, Ренат Бегбаев. Объективно. Итоги недели. ННТВ.